Итак, это благословение идет. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресов его, доколе не придет примиритель, и ему покорятся народы. Ну все, про Иакова и нечестие тут нету. Ну ему покорятся народы. Ну это язычники покорятся. Да, все народы. Ну так речь-то идет сейчас, вопрос, отвратить нечестие от Иакова? Можно? А придет от Сионы избавитель. То, что вот сейчас, как говорится, евреи себя показали так, что весь мир, всем миром были гонимы они, да? А потом отвратить нечестие Иакова, то есть к концу мира они уже покажут себя совсем по-другому. То есть они подхватят это знамя, будут опять впереди. Ну так нечестие, речь-то не о том, что устранить это гонение. Нет, ну не честие, а то, которое они вот сейчас переживали. Ну оно. Ну оно сейчас переживается, евреи. Но оно всегда переживалось. И даже в те времена, когда... Возник вопрос, Игнат Тихонович. Вот мы прочитали стих, еще раз читаем. Двадцать шестой стих римлянного, одиннадцатого. Ну и так весь Израиль спасется, как написано. Ну и теперь ветхозаветное идет как бы написание. Я понимаю, что в транскрипции самого апостола Павла. Приедет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Это 49.10. То есть получается, что это идет пророчество о всех сыновьях Иакова. И теперь, когда мы считаем 49.10, там нету нечестия Иакова. Нет. То есть там написано, что Избавитель придет и... Как понимать слова? Отвратит нечестие от Иакова. Как бы вольное, да, получается. Но в принципе, нечестие от Иакова, мы сейчас и вот это разбираем. Какое это нечестие от Иакова? То есть то, что они не уверовали во Христа, распяли его. Или попрали законы до того, как. Ну то есть все вместе. Или все вместе. Все вместе. Потому что то препятствует и другое. И последнее препятствует прийти ко Христу. Вот я вчера... Да, да, это... Батюшки-то нету, он уехал. Вот гляжу передо мной, кто передо мной заходил? Татьяна или кто-то там? Никакого конца и края нет. Это все постольки будут исповедоваться. Это ты вот перед этим пост был, исповедовался. Чего ты там опять перечисляешься столько? Я против этого. Почему? Так тогда выходит, никакого исправления нет. Мы одно и то же. Метели мы. У меня сравнение было такое. Архимандрит приехал здесь. Ивановского монастыря женского. Юрасов. Азиас Амросий. Я говорю, ну ты вот исповедуешь. Они и те же люди. 400 монахинь. Они и те же грехи. Да какой толк-то от тебя? У людей нету даже осознания, что грехи прощены. Я говорю, ты куриный помет в бочке на даче раскручиваешь. Вот она сядет маленько. Опять исповедует. Ты опять раскручиваешь. И они опять начинают эти... Смотри, где еще плавают опять. Ты исповедуешься и одновременно трехступенчатая исповедь должна быть. Первое, Андрей. Мы брали. Критский как? Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Второе, благодарю. И третье, слабословие. И исповедь должна быть тоже трехступенчатая. Первое, от чего я не избавился. Душа томится. Без места. Господи, прости меня. Я не могу. Дальше. Я прямо на исповеди говорю. Благодарю тебя, Господи, что от этого помог отстать. Я пришел для этого перед священником засвидетельствовать. Победа одержана. Для священника, конечно, это трудно. Но не знаю, то ли меня разрешать, то ли... Но я впереди сказал, что от этого я не могу избавиться. Это настоящая исповедь. И третье. Душа, он наполнен мне радостным светом благодарения. Вот там мы думали только, а так свидетельство такое теперь идет. И Бог прославился через наше миссионерство. Я отсюда получаю известие. Я пришел и сейчас за свидетельство перед Богом. Благодарю тебя, Господи. А дальше я за собой ничего не знаю доброго, как говорится. Наша добрая Бог может по-другому повернуть. Поэтому прости меня, Господи, за все. Я каюсь во всем. Но одновременно благодарю и славлю. И священник, гляжу, ободряется. Когда исповедь-то наше настоящее. Он сам учится. Он сам думает. Он исповедуется, победу одержал. А я-то какую одержал-то? Я как был крохобор, такой и остался. Как был живый пьяница, черевоугодник, такой и остался. Наша исповедь такая, чтобы священника у него гудела внутри, в голове и в животе. До расслабления чресла. Она исповедь должна быть огненная. Нет, зайдут, что-то пишут, переписывают. Вы исповедоваться не умеете. Ты перед Богом, священник, сказал. Я только свидетель. Исповедь должна быть трехступенщика. С благодарением Богу. Ну, как? Я вот курил, каюсь, батюшка. Следующее. Я курил, каюсь. Да ты не отставал от греха, от этого-то. Никакого у тебя прощения нет. Пес на блевотину на свою. Ну, вот я там ворожила. Вот сейчас опять я Кашпировского пошла, послушала, думала, поможет. Да тебя же отлучать надо на 10 лет от церкви. В коридоре ты-ка стоять будешь-то. Исповедь-то должна быть не просто. Опять перечисляют. Бежут с бумагой, зайдут. Ну, не дождешься вчера. А ты не раскланивайся. Кланяться здесь надо. Вот выйдут, что-то стоят там, раскланяться. На тебя глядеть-то уже тошно. Иди скорее. Заходи. Иди перед священником. За свидетельствую радость спасенного грешника. Он спас меня. Я пришла и каясь, Господи. Вот в этом священник свидетель только. Он не прощает ничего. Вот дальше, в конце, так как говорят, властью данная не от Бога разрешает. Это Бог разрешает. Он сам требует исповеди себе. А у меня понятие такое. Священника исповедует епископ, а епископа патриарха. А патриарха кто исповедует? Никто. Да наоборот. Епископ идет к священнику. Епископ и не исповедует. Это ну только экстраординарный случай. Так и здесь говорится о святой Израиле. Надо понимать. Израиль весь спасется. Слово «весь» не означает, что до одного еврея будут спасены. Весь означает «много». И многие с праха восстали. Как многие? А остальные? Ну это означает «много». Все. Все 7 миллиардов или 100 миллиардов умерших, они встанут. У Библии свой язык. Его надо понимать. Солнце восходит. Оно не восходит, не заходит солнце. Земля поворачивается. Мы-то это знаем прекрасно. Но Библия, она приноравляется к людям, тогда живущим. Да и у нас сохранилось в лексиконе. Мы говорим «Солнце восходит во столько-то». Оно не восходит. Земля поворачивается. И так и в исповеди. А ты что, каешься? Я говорю, чего я не осознаю, не понимаю и в заслугу не ставлю. Тем не оправдываюсь. Делами никто не оправдывается. Я оправдусь вверх. Я священнику, как проповедь говорю, стоя на коленях. Вот этого я не избавился. Гнев подошел. Вот здесь я не исправился. Вот здесь у меня сонливость подошла. Здесь объедение. Я каюсь в этом. А вот в этом у меня победа. Я священнику стою на коленях и свидетельствую. Бог позволил одержать победу. Я сейчас в этом не каюсь даже. У меня нет этого греха. Нет, он истребил. У меня даже его нигде нету теперь. Он вообще не именуется даже. И я прошу принять это к сведению. Что ты меня исповедовал, не зря исповедовал. Дошел до нужной кондиции. Ну а дальше я только славлю Бога. И за здоровье, и за болезнь. Наша сама исповедь должна быть такая. Не то, что я хочу с оригинальностью сказать необычно. Она должна быть от сердца. Как люди подходили ко Христу. А ни в чем такая. Сиди впредь и не греши. А теперь встретились, когда мысленно скажем. Иди впредь и не греши. А он встретился бы. Ну и как? Гришу так же. Ну ты опять ослепнешь. Слепой будешь. Прокаженный будешь. А не так. Нет. Они выходили навсегда. Ты не думаешь, что теперь Захей слез, раздал, а на завтра опять начал счет новый открыл банк. И пошел копейка к копейке, евро к евро к евро. Нет, конечно. Он открыл дом для всех. Раз и навсегда с этим покончено. А не так, что я раскаялся. Ну раскаялся-то, раскаялся, я осознал. Я не наведел этот грех. Я терпеть не могу. Я вспомню, какой я. Так я аж один даже иду. Вот так говорю. Ой-ой-ой-ой. Как ты меня терпишь, Господи? Ты, наверное, рождешь от меня плода. Я всегда говорю, Господи, ты не ошибся, что меня избрал. Я благодарю тебя. Я постараюсь свое доверие оправдать. Выбор пал на меня. Это выбор неба. Нас десять в семье. А этот выбор такой, как у апостола Павла, Саввл был. Вот я точно такой же был. Готовился к мстительности, террористам. Я настоящий Саввл был. И вдруг осеяло меня. И у меня покаяние было мгновенное. Я сразу стал другой. Я прежде раскаялся. И то я уже не вспоминаю никогда. А зачем? Ну, новый священник придет, сейчас этого не будет. Надо каяться. Надо сначала сказать. Но уже как прощенные грехи, не бояться их. Я перед всем милом раскрываю. И да, я блудник. Или я делал аборт. Я должен сказать. Почему? Победа одержана. Больше этого не делал. Не потому, что ты старая, Горисов, Ров высох. А потому, что я возненавидела сама себя. Было бы 18 лет, я бы не пошла никогда туда. Это надо заново. Новый священник вот у нас будет. Исповедоваться, советует заново. Почему? Ну, новый врач лечащий. Тот умер. Ты этому врачу рассказываешь о бывших операциях. Ну, а как его лечить-то? Он должен знать, где у тебя порез, зачем ты хлюпала. Где у тебя рёбка переломанная. Но только я в этом не каюсь, я ему говорю, чтобы для него это. Мне это не надо уже. Господь говорит, возьму грехи, брошу за хребет и не вспомню. Надо верить и всё время просить у Бога любви к нему. Сколько он благодеяния мне оказал, ангела дал. Я ложусь спать, а ангел караулит меня. Он бы обрушил кровлю. Ну, задавил бы меня сатана. Господи, мы встали утром, мы славим, поднимаем руки. Господи, мы опять живые, ангел мой. Ты не покинул нас, слава тебе. Таким ликующим звоном должен быть наполнен голос молодого и старого. Это ты, Господи. У меня под языком все колокола звенят, пасхальный гимн поют ему. Ты ждал от меня этого. Сколько благодеяний, земля ещё не сгорела. Спит нас не повалил. Все эти заразные болезни, микробы в стороне. Господи, слава тебе. Сколько же благодеяний, конца края нету. Благодарю тебя, мой Господь. Это должно другим маленько боком выйти в любом рассуждении. Он спас нас. Израиль в конце спасётся. И раскается в том, что там не приняли за отцов своих, надо приносить. Отцы наши не верили, Варуф говорит, и Еремея. Надо каяться из-за этого. Какое горе. Ни одного Евангелия не было. Ни одного. И не только в нашей деревне. Их не было во всей стране лет 300-то назад. Вообще не было. Так, сестра. Я слушала проповедь Сысоева. И ему на занятиях задали вопрос. Мужчина там задаёт вопрос. И говорит, батюшка, скажите, пожалуйста, как нужно исповедовать грех пьянства? Если человек покаялся, а потом он пошёл и напился, а потом сокрушается и опять перед следующей исповедью опять кается. Что делать в этом случае? Он говорит, вы знаете, вы такой вопрос задали. Если вы покаялись, покаяние означает не просто, что пошёл и сказал. Покаяние означает, что вы решили закончить с этим делом и больше к нему не приступать. Если вы этого не решили, то покаяние ваше пустота. Вы кого хотите обмануть? А он говорит, ну а если он потом, у него там что-то вот, нет такого стержня, чтобы он и раз и снова выпил. Он говорит, тогда и не кайся в этом грехе, пока ты не решил его искоренить. Я вот такого тоже ещё не слышала. Это неправильно, сразу остановись. Да, да. Я зато вот говорю, я говорю о пьяности. А человек сидит и говорит, увы мне, слушаю, а не делаю. Он говорит, вот это увы начало покаяния. Покаяние. А сколько раз кайся? Сколько раз пал, столько и кайся. О том, что не она каяться, это природа человеческая, она и обладает грех, силой притяжения, она тянет. Покаялся, но уже я не с той радостью пью, я уже еду и дрожу. И думаю, как это мне стыдно-то, я опять, чего же это делаю-то. Вот это увы начало покаяния. Я тем самым задумываю, я не потворствую греху. Это только всех так могут, так, я прощён, я всё, а дальше живёт, полным ртом ест, что надо. Бритый стоит в галстуке, он живёт по мирским похотям. Накрашенный, разрезанный, ни поста, ни креста. Им наши правила, общины поставить, у них на тысячу, их там ни одного не будет, у этого Шаповалова, там, у других, там ни одного не останется. И этот брат, который задавал вопрос, он сказал, я с вами не согласен. Он правильно сказал, что он не согласен. Сколько раз ты упал, столько и вставали. Так понятно, как. Очень даже. Вот я говорю, как, а какая разница, я вот каюсь, а не делаю. Учитель-то ему сказал, два сосуда, иди около дороги поставь, где караван идёт. Ну, надо, один кувшин всё время протирал через час, а другой ни разу. А потом вечером, говорит, ну-ка, неси, разве стоять, говорит, а тут-то чуть-чуть. Вот это покаяние. Чем больше ты каешься, ты чаще протираешь, и не всем наслаждением грешишь. Самое главное в грехе не отчаиваться. Вот самый страшный грех. Всё, мне не спастись, я пропал, я пьяница, ой, я предатель, лучше повеситься. Иуда. Да хоть сколько раз пал, и тогда, Господь, сокрушаюсь, и выхожу. Вот был такой афродисий. Ну, видать, крепкий мужичонка был. Ну, что он вашего Игоря-то? Ещё-то у него этот лошак, а лошак это повесть жеребца, это осла с лошадью. Ну, и он из-за артач, он как дал ему оплюху-то, и убил. Коня-то этого, сразу лошака-то. И когда убил-то, и тогда взахался. Ещё же, во-первых, ущербнулся, а во-вторых, какая же у меня злоба-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И каялся, не заходил больше в келью, а там хворост лежал на хворосте, и днём, и ночью, и плакал так, что не давал братьям спать. Тридцать лет. Ну, это уже, кажется, ой-ой-ой-ой-ой за этого. А Макарий Александровичский говорил, я убийца. Комара убил на себе. На что смотрел? Так ему надо в буддисты было идти. Я вот считал, что жития, ну, и всё-таки нужно взять пример. А здесь так, а что я особенного сделал? Как, нахамила, мужу настроение испортила, жизнь укоротила. А что я особенного сделал? Облизалась, говорит, как блудиза старая. И, говорит, а я поела, обтёрла рот, и ничего не было. Было. И надо до конца довести, до точки кипения. Ну, вот, здесь мы ещё один вопрос не разобрали. Тут он говорит о тайне сей. И дальше говорит, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдёт полное число язычников. И вот эти мечты, они продолжаются, особенно у нас православных. Эти мечты о том, что мы встали на место Израиля. Но, если мы встали на место всего этого Израиля, который был богоизбранным, значит, мы получим все награды и наказания тоже тогда получим. Но о наказании никто не думает. Возьмём великую, могучую Россию, до того, как она была здесь, до советской власти. Евреев поставили на свои места. Царь-батюшка расставил всё их. Зону осёдлости сделал, чтобы евреи никуда не подходили. Мы же теперь, тайна-то раскрыла перед нами, теперь православие, новый Иерусалим, новые евреи. И чем начали заниматься? Ну, Христа просто не было второго. Так бы распяли. Тогда другое сделали. Массовое убийство. Мировую войну. Подключились к ней. Да и в развязывании тоже, в гонкой вооружении тоже участвовали. У немцев было 12 дредноутов. А в России 6 дредноутов было, оказывается. Нищенская страна. Одни крестьяне. 90% крестьянского населения строят самые передовые корабли того времени. Дредноуты. Они дорогущие были. Там один калибр только на 300 с чем-то. И начали гнаться за Англией. Но у Англии было 21 корабль. У этих 12. И эти 6 построили. Вот она, гонка вооружения. Участвовала Россия в этой тайне. И надо было царю это. Зона оседлости. Это вооружение. И его показывают. Вот царь Николай и так далее. Вот много документальных фильмов у меня. И показывают. Он везде в военной форме. И везде он целуется непрестанно со всеми военными. Они с бородами, с усами. Они благолепно выглядят с шашками, с револьвертами. И в войска идут, маршируют, маршируют, маршируют. Я посмотрел. Вот так вот. Если шапки убрать. Вот эти какарды их. Ну и те же большевики маршируют. Ничего не сменилось-то. Вот даже года никакого не прошло. Единственное, только с бантами походили толпами. Нет, полгода. А потом опять начали маршировать только звезды уже. И все то же самое. Вот эта вот тайна, о которой сказал апостол Павел. И вот этот вот стих римлянам 11 глава, 25 стих. Его нужно было прям царю написать перед Зимним дворцом. Где вот толпу-то эту расстреливали. Чтобы вот крупными буквами не мечтайте о себе. Вы какими вот были язычниками, такими останетесь. Если вы не привьетесь к настоящей лозе. Но это какое, о каком можно говорить благочестие, если уже разговор идет только сколько винтовок выпустить, сколько штыков выпустить, сколько шашек. Острая шашка нет. Как ты эту тыкву срубаешь, казак? Ну все заполонили. Вот это вот мечта. А и сегодня, я считаю, что эта мечта, она так же присутствует в умах и наших, особенно священнослужителей. Я считал, хвалились один, такая шашка у него, и так, что человек стоит, и он вот так вот как ударит, по диагонали, вот на двусе, и вот так вот полностью разрубает. И человек не успеет развалиться еще, но надо бы полынку. Он успевал второй раз и на четыре части, чтобы разрубить. Когда с этого, вот так вот шашка пройдет, это считалось класс. Казака, представь себе, разрубил вот так, это с костями вместе со всем, это какая сила должна быть, какая острота и прочее. И вот учились, учились за рубежом, как воевать, нигде не учились, как веровать. Вот появились пленные, там до этого была штунда, вернулись люди, стали заниматься, словом Божьим, штунда сейчас по-немецки означает, они занимаются, как мы, мы штундисты, самое настоящее, собираемся. И что, стали учиться? Никогда. У священника спрашивают один, уже ходили, а потом стали заниматься. Батюшка, вот мы решали, вот в церковь придем, не понимаем, а вот занимаемся, еще нам лучше, заниматься здесь вот или идти утром в храм. Не знаю, ребята, смотрите сами. Он даже не знает, стал к ним ходить, интересно, в епархии сразу узнали, папа по шапке и все. Можно было поучиться-то. И возникновение сект, это не были такие какие-то припадочные, как сейчас эти харизматы. Это были совершенно нормальные, как баптисты. Это первоапостольская церковь была. Ни разу, нигде, сенот не поставил задачу пойти посмотреть, почему народ туда идет. Ну кто, Пашков уверовал, полковник, царский, бордей есть там или кто он. И у него столько было народу, когда выступал, там, Радсток приезжал, пролетками весь проспект. Вот. Лев Толстой это все в романе «Воскресенье» высмеивает там. И кучера, и все слушали-то. Ну почему выступает, говорит этот Иоанн Кроштадский, что у нас проповедовать некому. Нашли тоже зарубежное. То есть, рассаду высмеивать надо. Да почему было не прийти и смиренно не посидеть там. Сесть и посидеть. Он каялся непрерывно. Иоанн Кроштадский-то каялся. Но у него была глубокая вера. Знаете, я сегодня, Господи, обозлился. Подошла одна, а ребенок ревет и ревет. Не дает проповедь, говорит. Я так обозлился. Но я зашел сразу в алтарь, помолился, и ты простил меня. То есть, у него уверенность была, что он прощеный. А когда я поехал на пролетки, одна нищенка бежала и кричала. Кричала целый квартал. Как она мне надоела. Я злился, хотел остановить ее до полбудатей. Господи, я согрешил. Ты меня прости. Я скорее поболился, и Бог простил меня. И дальше. Диакон наложил ладану столько. А ладану не первого сорта. Столько дыма. А мои митры, митры. Мне подарена одна температура. И они задымились. Я так обозлился прямо. А потом подумал. У меня их 18 митров. Голова одна. А умру, кому достанется. Согрешил я Господи. Сразу болтать, помолился. И Бог простил меня. Вот до этого уровня даже никто не дошел. А осознание, что я обозлился. И что надо очиститься перед Богом. И Бог простил меня. У него вера была глубочайшая. Он евангельский христианин в этом моменте был. Но не учились. Почему он не сказал? Народ идет туда. А почему не сходить мне? Ведь идут князья там разные. Вот это не было. Боярани. Ну пойти и послушать. Вот что этот Редсток из Англии предавший Картавий говорит-то? Что этот Пашков говорит? Почему он оставил службу? Такой успешный был офицер-то. Они говорят прямо о Христе. И Лев Толстой это выводит все. Как сидит, говорит, кучер. Ему казалось, глаза испуганы. Как будто он на лошадь наезжал и дышал в рот там. Но он высмеять мог. Это другое. Сам-то он ничего не понимал. И поэтому вот это вот считая... Могли они это прочитать? Израиль. Да как можно было гнать? Он знал про эти черные сотни. Евреев-то гнали. Черту оседлости. Его предупреждали. Вид-то. Это министр внутренних дел. Он говорил, что если не прекратить вот с евреями так обращаться, не дай бог революции, они все потянутся в революции. Так все и случилось. Все эти губальманы, губашепы, все туда пришли. Они ревностные. Да. У него определенная задача. И задача стояла отомстеть и уничтожить. Не по одному, не по два все. И Ленин дал указание царя-то убить это между... В антракте. Его вызвали. Владимир Ильич наступает там. И могут и захватить. Расстрелять. Вы видели фильм Соломея? Когда танцует, она подошла. И спрашивает. Голову просит. И Ира-то такая, глазами мигнула. Так все, побежали, голову оттяпали. Ведь надо же опыт брать из того, что есть. Почему сегодня не пойти к адвенцистам седьмого дня? Как они любят субботу? Почему нам так воскресенье не любить? У меня знакомый был очень близко. Вот Сергий Боргин приезжал этот. В Афганистане он заболел-то. Его отец, он благочинный Красноярского края был. И я ему, кажется, дал задание. Это Катя Мальковская, это Кшевченко, зайти. И он туда сходил, попал на собрание пятьдесятников. Я приехал, наверное, через месяц в просторный печь сделать. Он не может все еще отойти. Я был у них. А он не просто академию закончил, он все с пятерками. Их три брата, они все священники. Как они молились. А своими словами я отойти не могу. А то так молиться. Обыкновенные пятидесятники. Ну, не харизматы тогда еще были. И он благочинный. Посмотрел и пришел мужу, что он никогда так не молился. Значит, можно было пойти... Ну, даже кто-то отстанется. И так предупредил. Братья и сестры, кто хотел бы посмотреть, как молятся. Ну, назови их еретиками, там, как угодно. Ну, пойдемте посмотрим. Что-то полезное возьмем. Ни разу ни к кому не пошли. С ними молиться нельзя. Ну, ты не молись, глаза закрой. Пальчиками играй или ногами-то вообще, чтобы только не молиться-то. Ну, что говорят, делают-то. Возьми от них. Я спрашиваю, штундисты тогда были. Почему было не поучиться, не пойти к этому Рэхстоку, к Пашкову? Или Башапка там был. Это природные, талантливые люди были. Проханов. Проханов. Это просто гениальные люди в этом были. Они гениальные были не просто, а талантливые в вере. А Марцинковский. Уже тоже переходный период был. Вот представь, едет Рябошапка, разговаривает там с ним, рядом жандарм. Уже арестовал его, едет. Ну, я могу там факты переставить какие-то. Едет и он ему говорит. Видите что, вам кажется, что мы что-то делаем против? Нет. Ну, конечно, мы имеем мудрость. Потому что Христос сказал, будьте мудры, как змеи. А я тут в лесу, он в голову посмотрел, а на пеньке змеи. Он подумал, вот как вот эти змеи-то. Тот так отшатнулся. Только сейчас сказал, змея, но змея же не на каждом пеньке сидит. Разогрелась, змея голову подняла, как змея, и палец повернул, а Рябошапка. А у него образования и нового, может, класса нет. Учиться надо и сегодня. Учиться у мусульман, у буддистов, у всех учиться. Почему? Это наше. Мы его порастеряли. Но теперь это наглядно видно в других. Понятно? А они адвентисты. А мы кто? Это мы адвентисты. Адвентус означает пришествие. Ожидание пришествия Христа. Мы ждем Христа грядущего и паки грядущего. А в паке грядущего это означает адвентус. Латинское слово. Это мы адвентисты. И мы адвентисты первого дня, только не седьмого. Ну. А вы как баптисты. Я говорю, баптист у нас только один батюшка. Он крестит. Баптист означает креститель. А мы не крестим. У нас креститель батюшка. Он крестит людей с погружением. Вы слышали как? За полное троекратное погружение, и архиерея его исключает. Нам близко нельзя подходить к этой патриархии. У ней тысячи способов, чтобы быть неверными Богу. И они ему пользуются по полной программе. А верным они ни одним не пользуются. Они узнали, что у нас такие книги. Так говорим. У них сейчас только одна задача искать и уничтожать. Они завтра уничтожать будут как Осипова. Они ни перед чем не останавливаются. И везде заголовок. Где жгут книги, будут жигать людей. И оказывается, в Германии книги жгли-то. Это не министерство пропаганды. Это студенческий союз. Я вчера только узнал. Об одно время на него означали. Предупреждали свое оригинальное отделение. В 18-45. В каком году? В 33-м начали жечь. Ну это да. Это что не пропаганды? Оригинальное. Все одновременно начали жечь. Сразу сожли на площади 10 тысяч томов. Ну разные там смотрели. Немецкий дух возродить. Только немецкая литература. А евреи сказали. А как вы будете в театрах? Там одни евреи. Обойдемся. Евреи вышвырнули. Свои артисты появились. И там ссоры. Все. Нормально. Как управлять такой страной? Царь думал никак. Я слышал такой разговор в Испании. В Испании, чтобы руководить страной, наследник, он должен закончить, я сейчас не могла ошибиться, но не менее трех университетов. Одна из них военная академия. И вот когда тот умер, император, мы взяли, журналисты кинули. Скажите, у нас в стране есть кто-нибудь, кто мог бы занять престол сейчас пойти руководить? Они не ожидали. А то 4,5 тысячи претендентов сразу выскочило. То есть оказалось такое пустяшное дело руководить страной. А на самом деле, на самом деле, Соломон просил одного, первая молитва была. Господи, дай мудрость. И как выходить перед народом-то? И чтобы оттуда не за Пачкиным вернуться назад-то? Перед народом. Это надо было конкретно говорить, воевать, шашку в руки брать, рупор брать, составлять программу. У него не было столько возможностей, как сегодня. Как начать нам собрание и как закончить. Хотя у нас же было, видишь, на прошлом занятии, как было. Внимание обратите на императора Николая II и Гитлера. Очень схожая ситуация. Тот проиграл, и этот проиграл. И все одинаково себя вели. Начали такую войнищу, такие армии, такие турни. Толпы бросили сначала, и что в Германии, что в России патриотический подъем был, невероятный. Там за царя все там. И тогда, в 14-м году, Ленин написал там строчки, самые, ну, как их потом везде вычеркивали, что невозможно при нашей жизни еще несколько десятков лет увидеть развитие революционного движения в России. Невозможно. Он не понимал ничего. Да, но он не там, совершенно был глупый, это естественно. А потом уже, когда в 17-м, он увидел, что там уже сам царь сложил корону, тогда уже он приехал там в апреле. Он где был там, где только Ложенево, это от Енгер в горах было. Кто-то там посыльно прибежал, говорит, в России революция. Как революция-то? Да лет 30 еще не будет. Как он забегал, говорит, туда-сюда, революция. Ну, как это без нас? Время на правительство. А теперь немецкий, который, ну, сказать, начальник КГБ, предложил дать им деньги и отвезти их туда. А что они могут? Они говорят, они все могут. Самое главное, они ненавидят Россию. Они ненавидят люди, они помогут одержать победу. Царь делал ставку на то, что будет война, она объединит народ. А Библию переводить нельзя, а Библия разъединит народ. Он никакой был царь. Его не то колонизировать, его в храм пускать не надо было за это. И он колонизирует только за его кончину, что он каялся, понимал это, видел. Ну, и мученик. Рядом у него ГЕС был, это его правая рука. ГЕС для того, чтобы его спасти, в 41-м году перелетел Ла-Манш, сдался англичанам и хотел мир заключить. Гитлер на это не пошел. Ну, чтобы война про ГЕСа. И Григорий Распутин был у царя, который был рядом с ним и все время говорил, царь, не иди в войну. Царь, ты будешь воевать? Он говорит, папа, 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 не начинай войну, погибнешь ты, семья твоя и я с вами. Россия не будет. И когда он начал мобилизацию, этот, родной-то брат, его жены, ну его как-то теперь шуряк, он кто ему был-то. Он говорил, казер, присылай, не делай мобилизацию, Николай, не надо это делать, ну ты мобилизуешь. Ведь войну-то начали на чужой территории, никто на Россию-то не нападал. Этот царь погубил себя сам, развязал такую войну. Я разговаривал с человеком, который попадал в первую газовую атаку. Мы с ним встречались, он к нам приходил, я дома занятия вел, он дышать не мог. Сколько погибло-то? 15-30 тысяч газом-то начали травить-то. Ну тогда, говорю, тогда я отсюда пошел газ. А кому это надо было? Что они хотели доказать? Думали, он возьмет немку, а раз немка царится, поэтому войны не будет. Они не понимали, что это все против них будет. И теперь немку эту, она же тайная шпионка, у ней была особая карта, и она немцам заранее сообщала. И теперь Временная правительство назначило особую расследовательную комиссию, поэтому-то, а в этой комиссии блок был Александр, и когда закончилось, ничего за ними не было. Результат был отрицательный, никак. Значит, женить бы на иностранке не помогло, а усугубило еще подозрение и вину. Они были совершенно слепые. У них, может быть, один, кто более всего против войны воевал, это Распутин Григорий Ефимович. У меня вопрос раньше ставил, как царь мог знаться с таким, как Распутин. И в конце концов, я теперь вопрос задаю так. Как Распутин мог знать со царем, с таким, он не царь, а мелкая кесаришка. А вот это помните, там, это у Григория Распутина, когда он отъезжал, и его провожали там со слезами, и говорят, ну как же ты туда поедешь, там пригласили ко двору. Это же Петербург. Развратишься. Развратишься. А он поднял палец и говорит, а Бог? А как же Бог? И я тогда понял, он самый верующий из всех, кто был в окружении. Потому что, ну, в этот такой непростой для себя исторический момент он вспомнил именно о Боге. Да он всегда... Сейчас говорят, что боли оболганной личности за целое столетие не было, как Распутин. Масонам поставили задачу всячески поносить. И вот Гришка там, он гулял, какие-то бабы были. Два-три двойника подстроили под него. Царь расследует, нигде ничего нет. Опять новое расследование, жандармерия там вся в руках расследует. А он на то время был за тысячу верст в Покровском даже. А он там в Распутине шал в бане, там с бабами. Ничего этого не было. Они не останавливались ни перед чем. Вот святой черт от Эти Леодорта написал, я думаю. Ну, это всегда хватало. Желающий жить благочестиво, будут гонимы. И рожденный по плоти, гнал рожденного по духу. Хотел еще там немножко тоже продолжить. Через два года войны в 16-м году царь после поражения последнего, это когда, ну там в апреле месяце, он берет командование на себя после того, как потерпели. И Гитлер в 42-м году, два года прошло, тоже потерпели они поражение под Сталинградом, он тоже берет командование на себя. То есть, вот эта схожесть идет, вот это вот, я все говорю вам о том, чтобы не мечтали о себе. Это все мечты. И Гитлер был мечтателем о себе, думал, что немецкий народ станет на место еврейского. И Николай II, прославляемый нами, конечно, за мученическую кончину, тоже мечтал о себе. И вместе с ним пытался, чтобы весь народ мечтал. И везде потворствовали церковные служители. Слово мечта имеет в Библии только отрицательный смысл. Запомните. А то спрашивают маленький, ну ты о чем мечтаешь, кем мечтаешь быть? Запомните. Мечта отрицательнее всегда. Кремлевский мечтатель. Кто о нем пишет? Йорберт Уоллс? А Гитлер назвал большевиков как? Сломленные мечтатели. И когда решает брать на себя, как Николай Гитлер, это означает, теперь вина за все поражения после этого дня падает на него. Авторитет сразу стремительно начал падать. Мне интересно было услышать, когда это 20 апреля, вот день рождения, а 30-го он, кажется, закончил жизнь самоубийством-то Гитлера. И когда в последнюю вставку пришли генералы, и друг Гитлер сказал такое, чего никто не ему поверить. Он, говорит, склонился, потом встал и говорит, и так, друзья, война проиграна. Шок. Он на такой дух был. До конца верил, там особое чудо оружие готовит. Атомная бомба была на выходе. Он все бы сжег, всю Европу не остановился. Ну понял уже, ничего нет, там разбомбили нет. Война проиграна. Он умел даже это понять, признать свое поражение. Царь не понимал, а как? Брусиловский прорыв. Вот теперь Россия стояла на грани победы. Если бы не большевики, мы бы... Чего бы вы? Да ничего. Сегодня мы всех сектантов крутили. А представьте, как радовались все, что православная церковь начала ломать и гнать. Так всем это все омерзело. Это бывшие православные все в революцию подались. Священники с красными бантами ходили. Не надо об этом забывать. И здесь у нас Барнаул. Барнаул он являлся как бы флагманом революции. И на второй день, как царь Николай сложил себе корону, ну, скорее всего, там не так было немножко, здесь Барнаул загорелся. И сгорело 80% Барнаула. Вот тут вот. Он деревянный был. А почему? Гуляния были массовые. Пьянство. Пьянство. Или все радовались, что царя нету. И попы, говорит, ходили все, читали документальную хронику. Все с этими красными бантами обнимались, целовались. Братания общие и так далее. И Господь показал вот это нечестие всего. Так и так было ясно, что царя не надо избирать. Это и Библия говорит. Он будет такой, такой, такой. Все там о нем написано. Он как деспот. Ваших сыновей будут забирать себе в солдаты. Девушек, дочерей будут забирать себе в певицы. И прислужницами. Все это было сказано. Колесницы у него будут. Будете все платить ему. Налоги все это. Нет, мы хотим как всех, как все. Ну вот вам как все, пожалуйста. И сейчас то же самое идет. Тоже прославление. И связь с, как, последней газетой, которую вы дали. Вот последняя, буквально, это ноябрьская. Отвечает патриарх Кирилл на вопрос. Развернутая целая страница. Вопрос задает телезритель. И он по телевизору отвечает на вопрос. Есть ли сейчас слияние церкви и государства? И он так там защищается. Ну так интересно он защищается. Как бы он Путину говорит. Ну, какое же, говорит, у нас слияние. Если бы у нас было слияние, то нам бы сейчас бы помогали. Разве столько бы церквей строили? Разве бы нам там отдавали по одной церкви? Нам бы все отдали, что у нас есть. То есть, как бы он вызывает власть-то. Ну, вот видите, ну, давайте, уже вопросы задают. Ну, давайте сольемся. Ну, пожалуйста, давайте обнимемся так крепко, как будто мы единое целое. Чтоб вашего иска, нашего иска. И где у баптистов нету никого в армии. Ну, вы можете представить, что баптисты придут в армию и начнут всех солдат по головке гладить. Ты на войну-то пойдешь. Ты оберег-то, у тебя духовный крест есть или нет? Ущит этот духовный крест. Давай тебя сейчас покрестим. И фотография тут же в этой же газете. Ну, может быть, параллельной. Стоят 42 солдата. Отправляются они там на границу войска. И стоит священник. Он их всех крестил за раз. 42 человека. Ну, и что они стоят в сапогах? Голые черепа. Он стоит с крапилом. И всех, одновременно сразу всех кропит. Все это вот он покрестил их водой. Началась когда-то перестройка. Как они ослепились с Ельцином. И закон уже был зарегистрирован. Все эти законы брать о религиозных культах. Какой? Новый закон. А какой? Регистрируют только тех, которые на территории России были не меньше 20 лет. Да 20 лет назад они, разве кого-то власть регистрировала? Другой, не православный, не баптистов. Ну, баптисты больше 20 лет. А остальные нет. Сразу стали принимать законы, как уничтожить все. А почему не приняли законы? Какие новые секты приезжают? Хотя бы, ну, внедрять среди них или посылать к ним для обучения человек 10. Смотрите, перенимайте самое хорошее. У каждого есть что-то хорошее. Это даже мысль такая не придет. Она богохульная. А вот как зажать их? Их не было 50 лет. Добьяге 50 лет-то. Два года как разрешили только. Броносмешка одна была. И закон-то было провели, а потом назад опять убрали. Да. Ельцина, что он мог знать-то? Он еще не знал. Пахали на нем попы, как хотели. Мечтаем о себе много. 27 стих. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Опять приводит Исаию, который восклицает, что придет от всего нам могущий спасти и очистить грехи израилетян. Когда же это будет? Когда сниму с них грехи их. То есть, когда удостою их отпущения посредством крещения, то есть погружения. Посему, хотя не получили они отпущения грехов теперь, ибо ожесточены, но это исполнится впоследствии. Ну, то есть, это как бы продолжение двух стихов. Есть какие-то вопросы? Исполнится впоследствии. То есть, если вот эти все стихи взять с 25 по 27, ну, никак России нельзя было так голову поднимать прям, оттачиться, великая. Да и сейчас бы можно было и Путину тоже это взять в назидание себе, чтобы, как говорится, потом не лаптем щи хлебать, не попасть, как говорится, в просак. Так, Бог говорит, утолстел Израиль, ожирел, не слышишь, а Россия, Россия вообще без греха. Святая Русь, а святая Икаица, девчонки. Ну, вот оно, да. Не святой Израиль, а все время непрерывно пророки долбили и долбили в одну точку, вы развратились. Князья Содомские и Гаморские, во что вас бить? От подошвы ноги до темени головы. А у России ничего этого не было. Если вы Израиль, так вот о вас тогда все и говорится, вы все это берите тогда, все эти долги. Ну, за что такое потерпело поражение? Израиль сказано было, за что? За отступление от меня, от закона моего. Телефон. Телефон. Истина-то. Ну, и какой же я после этого? Какой? Слушающий. Да. 28-29 стихи. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божия не приложены. Поскольку, говорит, вы покорились Евангелию и приняты Богом, то они стали упорнее, более отшатнулись и сделались врагами. Но так как предки их изначально избраны Богом, то Бог не попустит им погибнуть совершенно, ибо они возлюбленные, но примет их, если уверует. Вот до конца все о нас с вами, о нашем православии, о нашей вере. А где кротость, смирение? Ведь мы же блаженны нищие духом должны быть. Но, допустим, человек сказал на основе Священного Писания, на основе Библии, о том, что что-то не так. Но нужно взять Библию и по ней начать рассуждать. Маленькую ставку. Только позвонил Игорь, все четыре книги стоят в интернете. Все. Можно скачивать. Все. Здесь же я закончил. Устал, у меня руки даже не двигаются. Так понятно, я не мог. Володя говорит, что встал на меня, смотрит, что такое. Я говорю, они имели руки. Это часа, три-пять часов я недвижимо сидел. С пяти утра практически до одиннадцати вечера, каждый день. Это три-пять часов. Выразить нельзя. Все сделано. Четыре книги готовы к зданию. Ну и если бы, вот говорится о том, что, ну вот, император последний наш российский, ну все туда возвращаемся, потому что, как бы там истоки вот этого нашего сегодняшнего православия, начало, как говорится, этих истоков, того, что сейчас закрепилось это нечестье, ересь, как бы. И разве, если бы он прочитал эти строки священного писания, да еще с разбором, разве можно было бы устраивать такое гонение на евреев, как мы читаем у Лескова? Лесков-то был современник. Пускай его сейчас не любят и так далее. Но он-то писал правду, то, что видел. Как они с ружами-то этими стреляли. А как, говорит, их научить, чтобы, когда они стреляют, евреи, чтобы не падали. А евреи на полном серьезе договорились все. Это какое братство у них было? Их взяли в армию впервые. Разрешили держать оружие, защищать отчизну Россию. А они придумали, чтобы не воевать, молодцы какие, чтобы не убивать других, ради чего, спрашивается, за то государство, которое водит. Мы стрельнем и упадем. Ну, бесприцельно так, куда попало, в белый сель, говорит, как в копеечку. И все падают, кувыркаются. И назвали... Отдача такая. Да, отдача. А еврей, он не приспособлен. И вот его сбивают. Ну, и они долго думали, а солдат там один за 10 суток домой съездить. Я, говорит, это быстро научу. И научил. И очень просто. Поставил их на мостки посреди речки. Капанка, как веще, видите, над водой. Да, посреди речки, да, на узкие мостки. Дал им ружья и, говорит, стреляйте. А там плавать не умеют. А они стрельнули и стоят, не падают. Говорят, как же так? Они все стали стрелять. И научили стрелять, и потом соля и расстреляли. И соля и расстреляли. И девочек расстреляли. Научили стрелять. А перед этим, как раз, он тоже идет рассказ об этом жиде-то, который портной заскорузлый, он там все эти деньги-то собрал, чтобы пацаненка выкупить своего десятилетнего, отдали в рекруты в солдаты. В Лесково. В Лесково. В десятилетнего. А там можно было написано только с двенадцати по закону. И этот еврейчик бежит за этим, ну там, пристав. И ему что-то там лопочет, а еще с акцентом, и все это вот написано так. И до такой степени Велесков умеет писать, прям сердце захватывает. Ну любит он своего пацаненка, понимает, что там с ним сделают. А забирали-то не просто так, а на шестнадцать лет. Он же понимает, что это пацана, он не увидит, он умрет уже. А он маленький, скорченный, говорит, в этой своей кепе, в этой ермолке. Главное, самое главное, евреи, которые над ними выше, они его туда толкнули. Его не надо было брать-то. Но он, главное, теперь деньги везде сует, везде унижается. Из-за одного кабинета в другое. Он под столом там лазит от еврей. Считать без слез нельзя. Как евреи должны были к нам относиться-то? Надо удивительно, какой народ-то терпеливый был. И называется рассказ этот, не рассказ, а такая повестушка, а архиерейский суд. И потом к архиерею. Этот архиерей потом, как там, ну, в предистам, после слове говорится, это оказался митрополит Филарет. Филарет, который Библию принимал. Это он был. Дроздов. Дроздов, который, да. Это о нем. И он вынес свой вердикт. И там кому-то сказал, ну, вы передайте, чтобы это, ну, как бы разобрались. И разобрались, и уж там радости у всех было, там благодарности. А разобраться-то я расскажу в чем, что евреи, которые приняли христианство, их не брать. И поэтому они, раз так, они тогда выкупали эту справку, там приходили, все сумели доказать, что этот еврей, то он никакой не крещеный. И тогда архиерей-то с генералом-то, они, и написал, считать недействительное ему крещение, брать его под лица в армию. А пацана-то теперь можно освободить, потому что он вместо него. Все не вытворялось. Ну, если до конца все разобрать, а где заповеди блаженства? Ну, где вот те притчи, которые Христос рассказывает о милосердии? Ну, такое впечатление, как будто мы не читали Евангелие. И как сказал тот матрос-то в поезде Марцинковскому, да не ж, там мы, батька, что-то читали. Да мы только крышку целовали в церкви. И потом эти же церкви все и рушили сами. И попов убивали. А в Новосибирской епархии-то, где этих 79 попов убили-то они в деревне, коммунары, до сих пор не знают, это была какая-то акция местного ЧК, или местных активистов, или это из правительства было, где? Не понял. Собирали в округе всех попов и убивали их. Не стреляли, а колотушки-то ряну убивали. Да не только, там же еще заливали на лоб вот эти, там у них прям... Кресты раскаленные. Кресты прям раскаленные. И на сердце там, ну где кто там, как находят кости, где все это сейчас вот... Их там массовое захоронение. И убийство только извращенным способом. Лопатой вот голову отсекали. Вот спрашивали, это же, как же могли убивать? Да хоть же попы. Он же человек, да какой он человек, это же попы. То есть это такое было настроение в народе. Об этом еще писал не только Лесков, а об этом пишет Кравчинский степняк. Если священника увидел, человек навстречу идет, надо перейти на другую сторону, чтобы не рядом идти, иначе день будет несчастливый. Обойти не под благословение, подойти, а по другой стороне. Я в советское время считал, что человек и закон, маленький журнал, и профессор юстиции, говорит, я увижу милиционера, сейчас я на другую сторону стараюсь перейти. Чтобы не привязался этот поганец. Ну а Пушкин пишет, а попе и работники его, балди, на полном серьезе сказ. Ну вывод какой-то можете сделать? Просто плохо о нас сказали. Ну за чем это основано-то? Ну на мечтательности о себе. Настоящая мечта себя поставить, а мы как раз читали им толкование, что, давайте еще раз прочтем. Поскольку, говорит, вы покорились Евангелию и приняты Богом, ну где мы покорились Евангелию, правильно? Если бы покорились Евангелию, то бы Господь и на нас по-другому взглянул. Сначала его надо иметь, чтобы понять, похориться. А, ну да, его тогда еще и не было, да, как следует. То они стали упорнее и более отшатнулись и сделались врагами. Но так как... А как они сделались врагами? Они гонимые были от нас же самих, получается, люди. То есть их же жалко-то их, не архиерея, который сидит. Мы не знаем, что это Филарет, просто архиерей. Мы представляем любого епископа, сидит важный, за чаепитием, к нему подходит. Ну что такое? И уже там сам, ну и вот он друг ему как бы, хороший знакомый. Но у него сердце расположилось к этому еврею, и он рассказал уже. Ну ладно, выслушаем там, за чаем, за чаем все это. Жалость-то не к нему и не к этому начальнику. А вот к этому еврейчику и к пацаненку маленькому, которого гонят-то. Это ж понятно. Кому жалость будет? Сейчас вот об этом говорят. Папа Римский принес покаяние за католическую церковь, что гнали евреев. Этот холокос, одобряли и Гитлера было. Почему ваш патриарство не приносит покаяние? А почему мы должны просить, когда еврея у нас погубили 66 миллионов? Да что с него спрашивать, с еврея-то? Ты за себя спроси. А нет, раз он у нас прощения не просит, я не буду прощить. Он на этом уровне должен принести всенародное покаяние перед евреями. Что с ними делали, гнали? Так они с нами хуже. Они за это ответят. Нам надо о себе думать. А если они не приносят покаяние, их положение хуже нашего с нами, Бог тогда не с ними. Рассуждать-то просто. Бог не с грешниками. Грешников Бог не слушает. И вот толкование блаженного феофиластора нам говорит, но так как предки их изначально избраны Богом, еврейские предки, то Бог не попустит им погибнуть совершенно, ибо они возлюбленные, но примет их, если уверует. Вот оно в чем дело. Надо было про веру-то и говорить им всегда. А у нас как? Григорий Амирицкий-то, 6 век, 540 год. Договорился с царем, новый царь пришел на престол, его друг хороший, а до этого был изыщик. Ну, не убивал христиан, а христиане там существовали вместе с евреями, и мусульман тогда еще только не было. И он с этим царем как-то, даже имя его Адар как-то, так у него имя царя, договорился, что давай евреев всех убьем, кто не крещеный. А евреев оказалось много у них там, а куда им идти? Это Йемен, Йемен. Это как раз то место, где потом, вот скоро-скоро родится Магомед, уже 540 год. Да как бы не родился он, уже. В 570-м он родился. Да, он в 570-м, да. Вот за 30 лет до его рождения рассказывается, 540-й год. И согласился царь, хорошо, убьем, и уже с петицией пришли евреи. И уже к самому Григорию Амирицкому, святой Григорий, архиепископ также. Ну типа патриарха тогда шнём. И говорят ему, ну чё так сразу убивать-то? Они ему же сами говорят, ну чё от нас убивать-то сразу? Ну покажите нам, что у вас Христос лучше действительно. Там где-то его распяли, мы не знаем, по времени и вообще, это нам, ну там, может евреи, может и римляне же говорят. Расскажите нам, давайте в дискуссию вступим. У вас же тоже есть священное писание наше. А там у них был, как его Елеазар, нет, не Елеазар, а как сейчас не по-моему. Ера, ну как-то такое, на Е, у них главный был Равин. И его выставили с Григорием Амирицким на беседу на эту, поистине, по Слову Божьему. Ну и чё, и там начинается беседа. Он ему нисколько не уступает, этот еврей Григорию Амирицкому. Ерван. И в конечном итоге Григорию ничего не осталось, святителю. Как вопросить Господа, помолиться ему, Господи, да сойди ты и покажись им. Вот здорово, да? Победили словом. И Господь, небеса загремели, говорит, все упали, а евреи, если увидим Христа, да, мы тогда всё, сразу все крестимся, уверуем. Загремели небеса, там всё, мрак такой, потом там облака, и Господь опускается. И прям на облаке встал, вот над этим местом судилища, на облаке, но только не опустился на землю. Ради Григория Амирицкого, то, что он не смог доказать по Совершенному Писанию, что Христос наш Спаситель спустился. Но он ничего не сказал, написано, что он ничего не сказал. Он просто показался и всё. Ну и тут уже, евреи увидели, да. Ну и написано, крестились. Но не все там сказано, не все крестились. Всё-таки кто-то и... Кто-то и не поверил. Видимо. Время? Ну, закончили, значит, на 30-м стихом будем читать. Мужик ко мне один зашёл, похоже, он как православный, где-то, видимо, там, может быть, близко к священникам, то другое. Я посмотрел, у вас вот занятия в прошлый раз, да это бардак у вас, это колхоз у вас. Как это так? Это такое послание Павла, а вы там такое говорите. Это контролирующее, образующее, там, ну, начал такие слова говорить, я ничего не вижу, что не отвечаю. Мирской человек, он не понимает. Мы рассуждаем, как приблизить те слова и как их выполнить сегодня. И как сегодня это Писание вместе с толкованием заговорило бы с нами. Ясно, что мы отклоняемся, заметь, куда на Ирвана вылез, Григория Амирицкого. А Николай II, как и попутно коснулись Магомеда. А в этом-то как раз и смысл, что он много знает и упоминает его и говорит. И ни разу, нигде дальше-то ничего не сказали. А где эти евреи дальше-то? Никуда они опять ушли. А меня бы спросили, вот я, допустим, люблю вопросы сам себе задавать. Надо бы там было и на месте Григория Амирицкого. Вот я, Григорий Амирицкий. И что бы ты сделал? Для чего у каждого свой путь молиться, творить добро? Зачем? Иудеи требуют чудес. А тут требуют уже для иудеев требуют чудес. И где чудеса? А мог кто-то явиться, как Христос? Являлся не один раз, только с куриными ножками. Это мог быть не Христос с неба даже. И они приняли. А из-за того, что явился, надо принимать было. Но это от человека я бы не принял. Мне это не действует. Зато, говорят, чудес не требуют. Чудесами с неба, а огонь сводить с неба будет сатана, антихрист. Они не так верят. Но теперь убеждайте их. Господь не сказал, что молитесь мне, а я буду греметь небесами, во браке сойду, и они поверят. Нет. А им деваться некуда было. Ну, некуда. Просто умирать приходилось, и все. Приказ не примут христиан. Зачем им нужны они были, лживые христиане? Пусть они были бы настоящие иудаисты. Евреи. Ну, и они работают, не нарушают ничего. Зачем нам нужны православные баптисты переводить, если мы срам один? Куда мы с Александром Менем, когда беседуем, он говорит, я куда позову, ты тоже, как я. Вот эти слова правильно у нас одинаковые. Куда на этот позор звать? Убедить я мог. Мне Бог дал этот талант. Я беседую, 450 человек в общине, баптистов, и все сказали, пресидер сказал, мы готовы принять все православие. Мы неправильно верим. Но у нас только один вопрос. Покажите, где та община, вот так, живет, как вы говорите. Сегодня я показал, прийти к нам. Тогда этого не было. Ну, а куда пойдем мы? Вы сегодня когда уезжаете? Я говорю, ну, сегодня ночью мы уезжаем. Ну, и все, мы остались опять одни. Надо образовать, чтобы было община. В других местах было так. Он старший пресвитер, и он обратился. Он не стал долго рассуждать. Он поехал к нашему священнику, полное троекратное погружение. Принял. Вскоре его священники поставили. А старший пресвитер, это епископ у них. Вот это у меня было. В начале беседы до пяти утра. Помню, как столы, молодежь вся селилась. Все молодежь, старых никого нет. Когда кончилось, все. А он ходил между рядами. Вот так. И потом, ну что, надрали нам сегодня? Ну и как вы? Ну против-то? Говорите кто-нибудь, что говорить против-то? Ясное дело, что у нас неправильно. Готовы? Вот вода, что препятствует креститься? Вот это миссионерская работа. А ты ставил задачу обратить? Не ставил никогда. Я ставил задачу открыть истину. Чтобы человек это увидел. Я вижу, что он такой выходит, в виде как стихи, пытается писать или чего-то. У него такая Вития, Византия. Он не понимает все это. Мощи больше не может выйти. Ему надо учиться. Он дня не учился нигде. Еще полжизни в заключение провел. Ему только плакать надо. А его обольстели. Ему сказали, что ты спасен. Он пытается кого-то учить, говорить. А никуда из этого не может выйти. Мощи, иконы, храмы. А как бы судит православных. А у самого ничего нету. Сектантишка. Жалкий, бедный, еретик. И он даже никогда не подумает, а как на него люди жили, как веровали. Ему зачем? Я Библию открыл. Так в Библии ты все понимаешь, как должно быть. А рядом другая секта. Адвентисты седьмого дня хуже тебя разве они? Они так же учисты, можно позавидовать только. Ты не думаешь, что пятьдесятенькие все дураки. А как живут баптисты, да еще отделенные. Ты сходи, поучись. Но почему, если все от Бога, почему все по-разному в одном месте не собираетесь? Одно это говорит, что, притом диаметрально противоположное мнение бывает по дому вопросу. Отсюда вывод только прав один, не два, один. А все остальные вы не можете решить, кто. Сейчас он за рубежах приезжает, тут уже зарегистрировано, допустим, 250 христианских направлений, деноминации. Ну, к любой примыкаю. Он даже не думает, он организует новые. А как название ваше? Посольство Божие. Посольство Божие. А дальше Ходатай Божие. А кто у вас, собственно, Ходатай? Ну, мы Ходатай. А за кого Ходатай, чтобы люди Христа приняли? Церковь Христа. Названий миллион, наверное, можно придумать. Новая жизнь. Секта, новая жизнь. А это газета Павловского района. Ему еще в руки не попадет, это его название. А православные, это секта. Это секта, они образовались в 1054 году. В 1054 только разделение прошло. А зато у 100 православных. Никакого знания о церкви нету, совершенно никакого. А можно было, можно работать, пока не был сектанта. Его упустили. У него сегодня мозги так протравлены. Он ролики разные смотрит, довольный. Перед ним пляшут, машет руками, кричат на каких-то языках. Валяются, лают, смеются. Смех без причины, хохочет часами. Это святой смех. Ему ничего нельзя доказать. А ты как доказываешь? Я вообще не вступаю, я обхожу их. Он уже прописан в аду. Отойди от него, чтобы тебя не поглотило это. Тебе Бог дал, храни это. Вы соответствуете своему назначению. Мы призваны нести свет. А если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? А может быть обо мне это сказано? Я тут о молитве нашей общей хотел сказать. Многое может молить о праведниках. Это я видел Сашу Мищенко. Помните? Сашу Мищенко видел я. Где, когда? На Льва Толстого неделю назад. И да, ну он во-первых изменился лицом. Он вообще так изменился. А борода есть? Как-то узнал его. Ну, у него борода началась такая. Ну, у него небольшая борода. Виктор Андреевич, это твой? Да, это Виктор Андреевич. И я, ну и как-то, и мы мимо проходим. Я раньше с ним встречался, мы мимо прошли. И прошли, ну так, головой кивнул. Все-таки, как говорится, не охульничал. Ничего так было. Ну, лояльно все-таки отходило от нас. Культурно. Культурно, да. А тут вижу, он заинтересованно так, смотрит на меня. Я говорю, мир тебе. Он с миром. Я говорю, у тебя что-то, говорю, еще осталось духовное-то? Или все, ты простерял? Нет прямую. Он остановился такой, как вкопанный. И такой, я возвращаюсь к Богу сейчас. Я говорю, а что у тебя было такое? Он говорит, ну много, говорит, Господь меня, сделал мне всего, чтобы я, ну короче, всяких несчастьй у него в жизни, видать, всего там было. Он на 7-й западе плясал и плясал все время. Да, да. Видать, это все-таки на него повлияло. И он говорит, и я, говорит, ты знаешь, когда я ушел из общины, я, говорит, все же потерял, говорит, у меня вообще ничего не осталось. Притом это со всеми, кто ушел, абсолютно. Я говорю, а веровать в Бога там? Не, не молился, говорит, уже не читал ничего. Но всегда, ну что-то было, говорит, такое внутри, что чего-то не хватает. А, говорит, вот последнее время, это полтора года где-то у него. Он, говорит, я шел, говорит, и увидел там в магазине где-то или что, Библия, говорит, продается в кожаном переплете, золотая такая, золото, там 10 тысяч стоит. И я, говорит, что-то потянулся к ней, отдал, говорит, эти деньги, взял эту Библию. Я говорю, ну что, и взял-то с ней, ходишь, что ли? Он, говорит, так я, говорит, читаю ее, говорит, каждый день. Я, говорит, вообще с ней, говорит, не расстаюсь сейчас с Библией. И у меня вот интерес опять возник везде. Я говорю, так ты, говорю, это, когда уходил, книги-то были еще у нас или нет? Нет, не было, говорит, еще. Я ему дал сайт, я говорю, там же такие книги. Ну, рассказал немного о книгах, все как у нас там, ну так чуть-чуть о благовестии рассказал. Ну, смотрю, он такой прям восторженный, такие глаза сияют. Ну, такой немножко увидел. Виктор. Ну, там же, я думаю. Он ушел из кровообольницы. В другую больницу? А, ну, он работает врачом. Ну, наверное, конечно, он же. Хирург? У него квалификация какая-то сильная. Ну, можно сказать, хирургом, да. Он эндоскопическое исследование проводит. То есть, вот, типа того, что делали батюшки. Какой операция? Да, я спрошу батюшки. Ему еще, Николай, какую-то пружинку туда ставили или еще? Кому? Батюшке? Батюшке-то. Что ему сделали? У него какой-то инородный предмет там есть? Да. А какой? Ну, так же, как у меня. А как у тебя? Стенд называется. И еще он там за счет цепляется, чтобы не прогнать дальше-то его? Ну, он цепляется внутри. То есть, это металл с определенной, так называемой, памятью. То есть, когда он, когда его убудет, и при температуре тела он принимает тот объем, тот объем, который был заложен ему раньше. Как бы память. Вот она, как это, допустим, вена или что? И он расчиряет, расчиряет вот там, где сосуд, вот там была бляшка, он ее раздавливает, эту бляшку. И нарушенный просвет, суженный, он его расчиряет. А если там тромб какой-то там был, и он оторвется и в сердце? Нет, ну, там смотришь, что нет тромба. То есть, если тромб там, конечно, да, ну, там же кроме того еще... И он рассчитан, Николай говорит, на три года. Ну, я вот перед вами уже шестой год. Нет, батюшки, ты Николай, на три года. Ну, кто? Какой Николай? Польгоев. А он откуда знает? Ну, понятно, он в машине. Коллега. Если он по сантехнике это ориентируется. А чем человек-то такой же валючий? Да, ну, такой же. На чем вы говорите, Николай? Коллега, 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 да? Сегодня уже батюшка с этим вопросом подходила. А что мне в общем не сказали, что я проживу три года с этой штучкой только? Я говорю, батюшка, ну, я вот уже шестой год живу, ну, уж шесть лет-то проживете, потому что, наверное, вам-то больше Господь дал. Ну, что будем мудрить-то? Кроме того, ведь на определенный промежуток времени назначаются препараты, которые предотвращают образование тех же тромбов внутри этого места. Потому что цепляет все равно. Ну, естественно, конечно, может цеплять. Да, пока такая... А можно работать так это? Да, сильно-то нет, да. Ну, в определенных разумных пределах. Что теперь он с овечками со своими делать будет? Сено косить там? В разумных пределах. Мне это было рекомендовано практически сразу. Хождение, быстрое хождение с определенной частотой пульса, чтобы это было... И сколько таких можно вставлять человека? Сколько? Сколько денег у вас будет? Да когда у меня, маме, клапан целый вставили в сердце. Да, конечно. 150 тысяч. Слушай, насчет того, чтобы не резали и на запчасти не брали, ну, составь справку-то. Все говорят везде по интернету. Такие в 12-м, этот, сейчас будет конец мира, тоже говорят. Да это про то не надо. Сделай мне справку-то. Да это все, и мы дали. Не будет этого. Если случится насильственная смерть, в любом случае будут скрывать насильственную. А как насильственная? Убили, повесили, замушили. Нет, просто я ехал, помер, я сказал, меня под коробкой там затолкают, и сразу потерянку поворачиваете. А все равно это будет, так сказать, обсправку. Вот когда батюшка умрет, у него есть медицинская документация, свидетельство о том, что у него болезни всякие там были. А вы здоровенький такой, раз, только сразу умерли. Хорошо, видишь. Ну, все подозрения. А насильственной смерти. Ну, ты сделай так. У меня поведи там где-то, договорись. Я не хочу, чтобы они меня резали. Я целый пойду. Видите, справка нужна, чтобы дальше-то тут ход дать. Да. На мамы и так далее. Обязательно нужно, чтобы было медицинское... Ну, помоги. Медицинское... Говорим о движениях нет никакого. Родственники, правда. Нет, родственники, сам человек может... Давайте помолимся. Сестры, спаси Христос за Слово Божие. Слава Господу. Аллилуйя. Мы проходим медленно, и оно живо и действенно. Аминь. А, да, и к тому, что помолиться надо за этого Александра, чтобы он рабом Божьим стал. Ну, не забудьте помолиться, братья и сестры Андреевича. Чтобы Господь разумил меня и моих начальников. Мы его не обижали нисколько, но написано, гнушаясь даже одеждой. И когда все это у него открылось, одежду он на кухне оставлял, он не заходил. Он еще маленько походил, а потом, помнишь, все, и на этом кончилось. Господи Божий наш, слава Тебе за молитву святых Отец Наших. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесному, утешителю души истины, и живи с Десе, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очисти ны от всяких скверно, и спаси, блажь, души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне пресно, и во веки веков, аминь Отче наш, иже, если на небесе Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный, дашь нам днесь И остави нам долги наши, як же мы оставляем Должником нашим, и не веди нас во искушение Но избави нас от лукавого Бо Твое, и Царство, силы и слава во веки, аминь Господи, слава Тебе за этот день За эту возможность открывать Слово Твое Проси, если в чем погрешили мы Ты слышишь наши тайны, вздохи, вздыхания О необходимом, помоги издать книги И побуди добрых людей помочь нам И все необходимое для благовестия Господи, японскому народу даруй добрую землю Дабы мы могли обратиться к Тебе Прославив имя Твое И к благострадальному еврейскому народу Пошли добрых свидетелей И землю российскую сохрани Обрати людей к себе Коснись сердец священников Не понимающих самого смысла веры Гонящих истину Дабы они не погибли И патриарха благослови Правителей стране сей Тебе, Боже, слава за все, Отец Сын и Святой Дух Аминь Спаси Христос С Миром Болем Спасибо.